Начальник спасательной станции Водулой Воды Алексей Паскарь рассказал нам, что родители принесли ребёнка на спасательную станцию в бессознательном состоянии. Мальчик практически перестал дышать. Спасатели немедленно приступили к его реанимации. Не исключено, что ребёнок вошёл в воду с едой во рту. И либо он упал, либо что-то случилось. Еда могла попасть в его дыхательные пути. Он тяжело дышать. Когда ребёнок попал к нам, он уже не дышал. Алексей Паскарь уточнил, что у него не было времени расспросить родителей о том, как именно это произошло, так как у спасательной команды были считанные секунды, чтобы спасти малышу жизнь. Позже его забрала скорая помощь и доставила в больницу. Врачи говорят, что жизни ребёнка ничего не угрожает. Паскарь рассказал нам, что за последние две недели спасатели из Водулой Воды спасли 14 утопающих, четверо из них – дети. «Что я могу вам сказать? Видите ли, в предыдущие годы такая цифра фиксировалась за 2-3 месяца, а сейчас – за две недели. У нас был случай, когда на прошлой неделе мы спасли 18-летнюю девушку. Она захлебнулась. Мы вытащили её из воды и пытались провести реанимационные мероприятия. Спасения пришлось ждать 40 минут. Это много». Было бы хорошо, если бы на пляже в Водулой Воды хотя бы по выходным круглосуточно дежурила скорая помощь, чтобы вмешаться в случаи чрезвычайных ситуаций. Алексей Паскарь считает, что это уменьшит количество смертельных случаев.